Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует информационное видеостудия Дома детского творчества Жизринского района. 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 почетное третье место. Команды Акимовской школы и школы номер два Жизри стали победителями районной олимпиады «Дорога по правилам» в своих возрастных группах и приняли участие в областном этапе, где команда школы номер два подтвердила свой высокий результат и заняла почетное второе место. Поздравляем Аганисян Людмилу, Чуксина Степана, Слесарева Марка и их педагога Антипову Ирину Анатольевну! В декабре прошел районный конкурс прикладного творчества «Елочка ГАИ». Более 30 елочных игрушек по теме безопасности дорожного движения были представлены на суд жюри. Самые лучшие работы были направлены на областной конкурс «Елочка ГАИ», где работа Сергуновой Снежаны, учащейся школы номер один под названием «Варежка Светофор» заняла первое место. Поздравляем с победой! Желаем дальнейших успехов в изучении правил дорожного движения! С ноября по декабрь в районе проходил конкурс на лучшее детское общественное объединение. В конкурсе приняли 7 детских объединений. В ходе битвы за звание лучших команды выкладывали посты в социальных сетях, в которых рассказывали о счастливом детстве сегодня и о своих достижениях и ценностях. Участники также провели мероприятие в рамках Всероссийского проекта Российского движения школьников «Классные встречи». Лучшим детским общественным объединением в 2020 году признано сотрудничество школы номер один. Призеры конкурса «Детское объединение созвездия Зикейской школы» и «Детское объединение «Луч» Кореневской школы» уже известны итоги областного этапа конкурса. Детское объединение «Содружество школы номер один» заняло почетное третье место. Поздравляем ребят и желаем всем участникам насыщенной и интересной жизни в их детских объединениях! Определем победитель межрайонного творческого конкурса «Вторсырь-елочка». Оригинальный подход к изготовлению новогодней елки из торсырья продемонстрировали в Зикейской школе в соответствии с проектом шестиклассницы Софии Чикиной. «Вторсырь-елочка» создавалась из пластиковых сантехнических труб разного диаметра, праздничного декора, елочных шаров и сосновых шишек. Стоит отметить, что сотворенное чудо выглядит невероятно эффектно и сразу обращает на себя внимание. Автор необычного проекта награждена благодарственными письмами организаторов конкурса, а необычная елочка украсила собой новогоднюю столицу России. София, мы поздравляем тебя и желаем дальнейших творческих успехов! Спасибо, Роман! 22 декабря в Калуге подведены итоги регионального конкурса по поддержке молодежных проектов в сфере добровольчества. В номинации «Малая Родина» победил проект Дарьи Владимировны Ефименковой, педагога-организатора нашего Дома творчества. Поздравляем и желаем дальнейших успехов в волонтерской деятельности! Привлечь внимание школьников к теме соблюдения своих прав и обязанностей, ответственности за свои поступки решили организаторы областного конкурса «Подросток и закон», который впервые проходил в онлайн-формате в социальной сети ВКонтакте. В конкурсе приняли участие более 100 школьников со всей области. Финалистами конкурса стали ребята из нашего района, Аксюдочкина Виктория из школы номер 1 и Батуков Егор из Кореневской школы. К сожалению, победить в конкурсе ребятам не удалось, но мы надеемся, что полученные знания и опыт пригодятся им в дальнейшем. Подведены итоги 26-х областных краеведческих чтений памяти Юдина. Ребята нашего района достойно представили свои краеведческие работы. В секции «Дороги войны» лауреатом третьей степени стала Волкова София, обучающаяся второй школы. Лихоманова Диана и Защук Дарья, учащиеся Зикеевской школы, стали лауреатами второй степени в секциях «Города и Веси» и «Культурное наследие». А лауреатом первой степени в секции «Природное наследие» стала Петрушкина Дарья, учащаяся Кореневской школы. Мы поздравляем участников чтений и благодарим руководителей, подготовивших победителей. В конце уходящего года принято подводить его итоги. Чем же был знаменателен 2020 год? Чем запомнится и что останется в памяти? В этом году у меня была самая хорошая зима. Она была чудесная, зимняя, красивая. Приехала моя двоюродная сестра и летом. И мы с ней очень много раз играли. Мы с ней на ночевку оставались вместе вдвоем. Мы купались вместе на речке. Мы лучшие подруги. Мы начали в этом году учиться фотографировать. Дорогие друзья, вот и заканчивается 2020 год. Для школы номер один города Жидры этот год был очень удачным и успешным. Ученики нашей школы проходили обучение в школе, учились на уроках. Они участвовали в различных спортивных соревнованиях и побеждали. Участвовали в различных воспитательных, социальных проектах и тоже добивались больших, очень успехов вместе со своими учителями. В этот год мы отметили 75-летие Великой Отечественной войны и провели в рамках Года Славы очень много мероприятий. В том числе успешные мероприятия мы проводили совместно с другими образовательными учреждениями, с ДДТ, спортивной школой, с нашими городскими и районными представителями власти. Нам очень понравились эти мероприятия и останутся они надолго в нашей памяти. В школе были проведены ремонты, закуплено новое оборудование. В рамках нацпроекта в школе номер один открыта точка роста. Отремонтированы очень хорошо и качественно два класса. Закуплено новое оборудование по робототехнике, по шахматам и по другим видам внеурочной деятельности. И ученики из школы номер один уже занимаются в точке роста. Конечно, были и сложности. Например, приходилось нам организовать дистанционное обучение, изучать заново все гигиенические правила, чтобы не заразиться. Но мы, я считаю, что с ними справились. Разрешите от всей школы поздравить вас с Новым годом, пожелать вам мира, счастья и добра. Друзья, уходит в прошлое 2020 год. Год динамичный, сложный, насыщенный разными событиями. Многое из того, что было задумано, стало реальностью. Выпускники 11 класса успешно справились с государственной итоговой аттестацией. Впервые в истории нашей школы выпускница 11 класса приходька Екатерина набрала 100 баллов по химии. 11 учащихся получили более 70 баллов по сдаваемым предметам. Всем учащимся 9 класса были вручены аттестаты об основном общем образовании. В сложный период самоизоляции педагогический коллектив школы успешно освоил и применял дистанционные технологии. Это позволило завершить учебный год организованно. Все учащиеся перешли в следующий класс. Много сделано за прошедший год в укреплении материально-технической базы школы. Качественно отремонтированы семь учебных кабинетов, спортивный зал. В этом году у наших ребят появилась возможность раскрывать свои способности в рамках проектов «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка». Ученики нашей школы осваивают современное оборудование и технологии. Прошедший год завершается. И судьба предстоящего года в руках каждого из нас. Я от всей души благодарю своих коллег за труд, высокий профессионализм, за любовь к детям, своей профессии и за преданность родной школе. Уважаемые родители, благодарю вас за то, что вы являетесь нашими союзниками. Пусть приходит мир и радость. Полной чашей будет дом. С Новым годом, с новым счастьем и со светлым Рождеством. Пусть все намеченное у всех сбудется. Новый год – время чудес. В этом еще раз увиделись воспитанники и педагоги Дома детского творчества, когда обнаружили утром под новогодней елкой большую коробку с надписью от Деда Мороза, в которой оказался замечательный подарок – красивая трехметровая елка. Спасибо, дедушка, за подарок. Верьте в чудеса, и они обязательно произойдут. Дорогие друзья, этот год был трудным и напряженным. Но мы преодолели трудности. Пусть наступающий год принесет вам здоровья, счастья, добра и любви. С Новым годом! С Новым годом!